Сейчас произнесу очевидные вещи. Внутри любого современного гаджета стоит процессор, произведенный по одной из самых сложных технологий, изобретенных человечеством — фотолитографии. Благодаря ей у нас есть смартфоны, работают дата-центры и летают спутники. И так уж вышло, 90% всех литографов в мире производит лишь одна компания — голландская ASML. И это сейчас становится большой проблемой. Но фотолитография — не единственная технология, с помощью которой можно создавать кремниевые чипы. Canon тут на днях объявила, что у них есть коммерческий литограф, опирающийся на нано-печать. Экологически чище, дешевле и чипы по 5 нанометров, а в будущем обещают два. Все больше стран в мире, в том числе и Россия, уходит в самую перспективную технологию — рентгенолитографию. Это как бы следующий уровень. В общем, ASML сейчас на вершине, но это не навсегда. На связи МК, сегодня поговорим про экономическую физику умного кремния. Поехали. Для начала давайте освежим в памяти понимание самого процесса печати современных чипов — фотолитографии. Этот метод и прост, и сложен одновременно. Прост он в том, что нам всего лишь нужен мощный лазер, рисунок процессора и кусок чистейшего поликремния, покрытый фоточувствительной полимерной пленкой. Дальше эта пленка-фоторезист засвечивается лазером через фотомаску, что позволяет перенести рисунок процессора на кремний. После этого лишний кремний путем различных процессов удаляется, и вуаля, на пластину нанесены сложнейшие структуры транзисторов, способные проводить вычисления. Я, конечно, сильно упростил, но в общих чертах это работает именно так. Хватает кулибинах, которые кустарными методами в гараже создают простейшие процессоры. А все потому, что фотолитография как технология зародилась еще в 50-х, и то, что тогда требовало достаточно серьезного оборудования, сейчас можно купить на Алиэкспресс. Но почему тогда я назвал эту технологию сложной? Пока фотолитография была молодой, а транзисторы в процессоре можно было разглядеть. В обычный микроскоп проблем не было. Но за 50 лет техпроцессы скукожились в сотни раз, и сейчас некоторые структуры транзисторов имеют ширину лишь в десяток атомов кремния, а для их вытравливания приходится использовать сложные и дорогие лазерные установки, работающие в глубоком ультрафиолете. Все это требует атомарно-точных масок, которые нужно постоянно менять, идеальную чистоту в помещении и огромные уровни энергии. Все настолько сложно, что даже у TSMC половина трехнанометрового кремния уходит в мусор. И, казалось бы, все, фотолитография как технология производства чипов себя изжила. Первые звоночки, кстати, прозвучали еще в середине нулевых, когда понятие техпроцесс отвязали от реального размера транзисторов. Но тогда еще была возможность масштабировать этот процесс дальше, пусть и не столь быстрыми темпами, уходя глубже в ультрафиолет. Кроме того, в последние пару лет в мир литографии залезла и потопталась грязными ногами геополитика. Крупнейшие заводы по производству кремниевых чипов, принадлежащие TSMC, находятся на Тайване, а 90% всех литографов для них создает голландская АСМЛ. Как итог, из-за санкций США и Китай, и Россия лишились доступа к новейшим техпроцессам, из-за чего, например, поставки и Байкалов, и Эльбрусов повисли в стратосфере. Первые требуют 16 нанометров, вторые 28, и перенести их производство с заводов TSMC в Россию нереально. Уровень нашего микрона 90 нанометров. Эта эпоха четвертых пентиумов сгодится лишь для банковских карт. Но есть же Китай, где ситуация лучше. Недавно весь мир облетела новость, что поднебесные инженеры чипмейкера SMIC смогли в глубокий ультрафиолет со своими ARM-чипами Kirin 9000S, сразу 7 нанометров, вопреки всем санкциям. И выпустили не на бумаге, а во флагманском смартфоне Huawei Mate 60 Pro, который уже разошелся большим тиражом. У многих возникли подозрения, что поднебесные чего-то недоговаривают. А в разведке США и вовсе начался сущий кошмар, как это они так прошляпили маленькое китайское чудо. Сейчас уже известно, что Kirin 90S произведен даже не по 7 нанометровому техпроцессу, а по 5 и не SMIC, а TSMC. Просто ребрендинг трехлетнего Kirin 9000. Там и датакоды из середины 20-го, и некоторые регистры в самом чипе намекают на ARM-ядра из прошлого. В итоге все, что сделала Huawei, это просто программно переименовало свой старый процессор и немного поиграло с частотами ядер. Судя по всему, к этому прорыву специалисты из Huawei тщательно готовились. Уже в 2020 году руководство понимало, что времени осталось немного. Простейшие расчеты дают понять, что если бы компания скупала у TSMC треть всех 5-нанометровых пластин, то всего за три месяца можно было бы накопить больше 100 миллионов Kirin. В общем, времени было достаточно. Очень жаль, но судя по всему, 7 нанометров у китайцев пока нет. Хотя надежды были. Год назад именно по такому техпроцессу в SMIC наладили выпуск узкоспециализированных CPU для ASIC-ов. Это был действительно 7-нанометровый техпроцесс, близкий к аналогичному у TSMC чисто китайское производство. Однако специалисты уже тогда говорили, что создать сложные ARM-чипы у китайцев скорее всего не выйдет. И, видимо, они были правы. Поэтому на данный момент честным техпроцессом китайской SMIC можно назвать 14 нанометров. Именно на нем базируется Kirin 710A. И в теории можно создавать любые другие сложные чипы уровня Intel Skylake. Хорошо, у кого еще есть фотолитографы, кроме китайцев и голландцев? У японцев Samurai из Nikon делают не только камеры, но и предлагают всем желающим купить свою литографическую установку на базе 193-нанометрового эксимерного лазера. Она позволяет создавать структуры размером меньше 38 нанометров. То есть в целом подходит для 20-нанометрового техпроцесса. Для процессоров различных датчиков и не самой новой ОЗУ подходит. Для современных чипов, увы. Японцы даже в аналог объемного FinFET не смогли. То есть они предлагают лишь планарные, то есть плоские чипы, что дополнительно ограничивает их сложность. Для простейшей электроники этого достаточно. Не зря у Nikon 6% фотолитографического рынка. Ну и под конец Canon. Тоже японцы, тоже предлагают всем желающим фотолитографы, но на базе уже достаточно старого 248-нанометрового эксимерного лазера. Производить можно структуры порядка 90 нанометров, то есть подойдет до 45-нанометрового техпроцесса, разумеется, планарного. Опять же, для устройств вещей хватит, но для современных быстрых чипов это катастрофический старый техпроцесс. По нему создавались, например, процессоры Intel Core первого поколения в позапрошлом десятилетии. Но даже этого достаточно, чтобы Canon смогла откусить себе 3% рынка. И на этом все. Вся коммерция фотолитографии фактически поделена между тремя компаниями, а на самом деле принадлежит одной голландской ASML, так как она единственная предлагает коммерческие литографы с разрешающей способностью на уровне 13,5 нанометров. Это позволяет создавать 3-нанометровые чипы, нужные и Apple, и AMD, и Nvidia. Дуэт японцев отстает на десятилетия, а SMIC хоть формально и может в 7 нанометров, но лишь на базовом уровне, и свои фотолитографы китайцы на сторону не продают. В итоге ситуация оказывается максимально опасной. Мало того, что фотолитография зашла в тупик со стороны физики, так еще и сверху давит политика, не позволяя лидеру в области в лице ASML продавать установки неугодным странам. Поэтому неудивительно, что сразу множество чипмейкеров и научных институтов по всему миру резко начали решать эту двойную проблему. И разумеется, разными способами. На днях Canon представила первый коммерческий литограф, который базируется на совершенно ином принципе, называемом нанопечатная литография, или НИЛ. На мой взгляд, тут пример некорректного перевода. Стоило поставить кальку с английского наноимпринтинговая литография, где импринтинг – это реальный научный термин, синоним запечатлением, или оставление следа в памяти. Теперь суть метода становится понятней. В нем не нужны дорогие, сложные оптические системы для создания рисунка ключа на кремнии. Вместо этого маска за структурой транзисторов вдавливается в полимерный слой на поле кремнии, оставляя на нем отпечаток. Рывок обратно в контактную литографию. У такого метода есть сразу несколько плюсов. Во-первых, раз нет сложной оптики с краевыми эффектами и ненадежных фотомасок, снизится уровень брака. Мельчайшие детали на пресс-маске могут быть перенесены на кремний с максимальной точностью. Во-вторых, ускоряется сам процесс создания транзисторных структур в кремнии. Фотолитография позволяет создавать чипы лишь послойно с постоянной сменой масок. А вот нано-печатная литография дает возможность создавать сразу объемные маски, оставляющие в фоторезистии отпечаток сразу нескольких слоев. Ну и под конец, НИЛ, технология банально дешевле, тогда как львиную стоимость фотолитографов составляет именно сложные оптические лазерные системы. А они здесь нам не нужны. В Кэнон утверждают, что уже сейчас текущие нано-печатные литографы могут создавать в кремнии структуры площадью в 14 квадратных нанометров. Это соответствует 5-нанометровому техпроцессу. То есть фактически, это уровень, достаточный для производства современных AMD Ryzen 7000 или тех же RTX 4000. И это не предел технологии. Японские инженеры заявили, что могут уменьшить линейные размеры печатных структур в фоторезисте до 10 нанометров. А это соответствует 2-нанометровому техпроцессу, литографов, которых нет даже у ASML. Звучит круто, правда? Но вспоминая историю с фейковыми китайскими нанометрами, Кэнон появляются несколько неудобных вопросов. В анонсе мы видим лишь сам фотолитографический шкаф и нарисованную в блендере пластину с чипами. Где фото реальных чипов, произведенных нано-печатной литографии? Где их продольный срез под электронным микроскопом, чтобы можно было убедиться в размерах транзисторов? Ну и под конец, чипы какой сложности можно создавать на НИЛ литографах Кэнон. Ведь та же СМИК формально может в 7-нанометровый техпроцесс, но лишь с простейшими процессорами для ASIC. Получится ли на японском оборудовании создать сложный многослойный ARM чип или GPU уровня RTX? Вопрос пока открыт, и Кэнон не спешит на него отвечать. К тому же и сама технология тоже не такая крутая, как описывает ее японская компания. Во-первых, чтобы создавать в фоторезисте оттиски с нанометровыми структурами, нужно создать маски с ровно такой же точностью, что сложно и дорого. Во-вторых, как и фотомаски, пресс-формы далеко не вечны, и после их многократного использования с учетом нанометровых размеров, точность будет падать. То есть их тоже придется менять. В-третьих, так как происходит физическое давление на полимер, он тоже может выдавиться по-разному, из-за чего транзисторы будут отпечатываться с ошибками. В любом случае, судя по всему, Кэнон действительно углубилась в НИЛ-технологию. Слухи об этом идут с 2015 года, а в 2022 компания вложила 345 миллионов долларов в завод, который будет создавать чипы путем нано-печатной литографии. Остается лишь вопрос о том, насколько рекламный анонс новых 5-нанометровых литографов соотносится с реальностью, и хочется надеяться, сама компания расскажет об этом в ближайшем будущем. Ладно, с Китаем и Японией все понятно, а что там в России? У нас исследования идут сразу в нескольких направлениях. Это даже хорошо, если у кого-то что-то не получится, можно использовать другую технологию. Для начала Минпромторг рассчитывает, что к 26-му году получится освоить 65-нанометровый техпроцесс. Срок вполне реален с учетом того, что у Микрона уже налаженные 90 нанометров, и 65 – это следующий шаг, к тому же доступный на старых 200-миллиметровых пластинах. Это подтверждают и новости десятилетней давности, когда Микрон отчитался о получении первых тестовых чипов на этом техпроцессе. Да и выделить на развитие отечественной микроэлектроники только в 2024 году хотят 210 миллиардов рублей. Эта сумма вполне достаточная, чтобы освоить следующий шажок литографии. Дальнейшие планы выглядят не так реалистично. 28 нанометров к 2030 году. Да, сам техпроцесс далеко не нов, ему уже больше 10 лет, но он требует серьезной модернизации литографов и перехода на 300-миллиметровые вафли. В мире таких заводов больше 160, а в России есть лишь одно предприятие, способное их производить – это Крокус наноэлектроника. Осталось только создать 28-нанометровый литограф, и это основная проблема, о которой мы рассказывали в одном из предыдущих роликов. Но не будем углубляться в планы далекого будущего, посмотрим, какие наработки есть прямо сейчас. Можно вспомнить о рентгенолитографии. Она слегка похожа на фотолитографию, только если там идет облучение ультрафиолетом, то здесь мягким рентгеном. Он также проходит через маску и засвечивает фоторезист. Прогресс в сравнении с фотолитографией заключается в гораздо меньшей длине волны излучения – единицы нанометров вместо сотен. Это позволяет создавать гораздо более тонкие структуры с более высоким разрешением. Звучит заманчиво, но, как и любая другая новая технология, рентгенолитография требует проведения множества экспериментов, прежде чем будет готов коммерческий литограф. И они проводятся, в том числе в России, на подмосковном экспериментальном заводе научного приборостроения. Правда, информация об этом есть лишь на Дзене и еще на одном заблокированном сайте. Но чертежи выглядят достаточно убедительно. Сейчас в Эзан собирают альфа-литограф, если конкретно вакуумную камеру и рентгено-оптическую систему. По расчетам оптика должна выдавать разрешение в 28 нанометров. Но из-за несовершенной системы позиционирования реальная цифра 90 нанометров. После двух лет обкатки есть планы по переходу на бета-литограф, который должен выдать уже реальные 28 нанометров разрешающей способности, а также будет уметь работать с обычными 200-мм пластинами. Ну и, наконец, еще через три года есть планы по переходу на серийный рентгенолитограф. 3,5 киловатта лазер, разрешение до 14 нанометров, это должно позволить производить 12-нанометровые чипы и, возможно, использовать стандартные 300-мм вафли. При этом производительность достигнет 100 пластин в час. Конечно, это не уровень ASML или Nikon, чьи фото-литографы выдают в три раза больше пластин в час, но тут технология гораздо сложней и новей. В целом сейчас сложно говорить, реалистичны ли планы экспериментального завода, как минимум потому что, как говорится, аналогов нет. Россия здесь, как и другие страны, в числе первопроходцев. Питерский политех решил развивать другое направление, безмасочную нанолитографию. И вот тут, к сожалению, технических деталей совсем нет. Не сообщается, какой будет использоваться лазер и вообще в лазерле. Чем заменят маску, возможно, микроэлектромеханической системой зеркал. Известны только цифры стоимости. 5 миллионов рублей за отечественный литограф. Тогда как иностранные решения стоят 10 миллиардов. Видимо, речь идет о фотолитографах ASML. В целом, в отличие от рентгенолитографа, который хотя бы уже делают и есть чертежи и планы, будущее безмасочного нанолитографа достаточно туманно. Мир сейчас во многих областях стоит на грани прорыва. Где-то в плохом смысле, но вот в фотолитографии скорее в хорошем. Да, на данный момент ASML монополист, но фотолитография уже упирается в потолок. Именно из-за этого мы видим дорогие горячие процессоры и видеокарты. Но инженеры различных стран не сидят на месте и ищут новые способы развития производства чипов. И если японцы пошли по пути на напечатные литографии, видимо, уже близки к успеху, то российские исследователи решили замахнуться на рентген. Может быть, лет через 10 мы увидим отечественные 5-нанометровые Эльбрусы с настоящей надписью «Сделано в России». В любом случае, в этой гонке удачи всем. Альтернатива сейчас нужна как никогда. Все новости из мира высоких технологий читайте и обсуждайте в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. И еще увидимся. Пока.